Один из святых дней Хануки, мой один хороший знакомый, рассказывал мне следующую историю, которая произошла с его дедушкой. С его дедушка, который жил в бывшем Советском Союзе. Он являлся один из больших патриотов Ленина, Советского Союза. До определенного момента, до определенного момента, вещь, которая произошла с ним лично. Именно то, что его дедушка, он работал в заводе, не знаю точно, кем он был, был главным работником простым. Но это существенно важно в этой истории. И когда он работал в этом заводе, то он заметил то, что работники в этом заводе постоянно воруют каких-то вещей. Но он заметил это. И для него это был большой шок. Как это может быть в Советском Союзе? Честность, правда, истинность. Как люди могут так себя вести? Я уже сказал, проху, до этого. И для него было большое-большое удивление. И этот человек, в будущее время, начал копать, 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 копать. Узнавать ему стало интересно, что вообще происходит, почему люди воруют. И докопался до такого момента, то, что он узнал, что не только простые люди, простые работники воруют. На самом деле воруют до самой вершинки. До самой вершинки все этого завода и так далее. Все, говорят, воруют. И для него было это большое разочарование. Большое разочарование. Как это может быть в том, кого мы верим? Люди, как идеологиями, то, что они живут. Они могут себя вести таким образом. Воруют. И я на самом деле, к сожалению, с радостью я не знал. Но я сейчас, в последние дни, после того, как он рассказал, и чуть-чуть начал об этом узнавать. В том, что его дедушка пошел в так называемые книги, которые были собрания сочинений Ленина, которые 55 томов. Так называются Ленин, сборник, как бы, Ленин его сочинений. Многочисленные тома, книги. И в их время, говорят, это был один из таких, как бы, больших отец, если к человеку, какой-то вопрос или что такое, как себя вести и так далее. Это был, скажем так, учителем всего и всех. И вот дедушка пошел, достал один из книг. Достал один из книг. И хотел узнавать, прочитать, что там написано. И, может быть, тоже что-то найдет. А реальная именно ситуация, то, что было. Открывает эту книгу, книги Ленина. И он достает до этого момента, он попал именно на тот момент, где Ленин описывает о важности, что настолько важно построить концлагеря. Концлагеря. И этот человек, который еврей, который настолько верит в Ленина и настолько преданный этому всему, для него это была полная абсолютно революция в голове, что строительство концлагеря, как это может быть? Построить концлагеря, чтобы так массово убивать людей? И я потом начал, я не знал действительно о этой книге, а вообще о концлагерях, я действительно потом узнал, прочитал в многих разных местах, источниках. И так и было. И он был один из первых, который построил концлагеря. И много страшных вещей, которые мы знаем чуть-чуть, и можно узнавать намного больше. Для этого человека был полный абсурдный переворот в своем понятии, в своем подходе. То, что как он мог на самом деле верить во всем этом? Как он мог верить в всем это движение Ленина, во всем это движение Красной Армии и так далее, и так далее. Тех вещей, которые, извините, Ленин, и потом в дальнейшем, как бы, Советский Союз, как бы, нес с собой. И после этого этот человек, дедушка моего друга, он отошел вообще от Советского Союза, очень стал, разочаровался во всем этом. И это история, которую рассказал мне мой знакомый один из дней Хануки. Знаете, то, что с евреем, когда что-то происходит, даже простой человек с ним разговаривает, это не просто так. Это не просто так. Так я подумал, что этот человек приходит в день Хануки и мне рассказывает такую историю. Это невероятно. А сразу же, первая же мысль, то, что мне было, жалко, что ты не сказал мне в прошлый, до того момента, как я сказал, мой предыдущий урок, который, мамаш, был связ, который мы постарались делать между Советским Союзом и греками, той философией, той идеологией, которой Аристотель, Александр Македон и то влияние, которое греки во время Хануки хотели делать, это, в принципе, то, что параллельно мы видим во время Советского Союза, отвести евреев от их веры и так далее. Жалко, я подумал, что эту историю я не мог рассказать во время моего Шиура. Но мы знаем, все абсолютно сверху и все было правильнее, время было сказано. Эта история, дорогие друзья, была настолько сильной для меня, это, думал бы, что должен быть какой-то месседж, месседж у меня для нас всех. Для меня лично это был большой месседж, и я надеюсь, что сейчас в Шиура, без ряда, тоже мы найдем, может быть, большие уроки от этой истории. Мамаш, параллельно к этой идее, которой этот человек им наговорил, мы находим, чтобы не было сравнения между святым и между нечистым, между святой Торой и между этими движениями и так далее. Но мы находим очень невероятно большой, глубокую идею в нашей недельной главе, который связан тоже с той историей, которую мы только что именно рассказали. В нашей недельной главе Парашат Вайгаш рассказывает нам Тора о великой встрече братьев с Иосифом. Мы уже знаем в прошлом недельных главах, как братья спускаются в Египет, чтобы взять еду. Иосиф, будучи уже вторым человеком после фараона, он есть тот, кто ведет, в принципе, эту гигантскую страну, Египет. Он есть тот, кто дает хлеб всему миру. Все люди приходили к ему, чтобы взять из всех стран еду, и он, Иосиф есть, кормили именно всех. И после всей истории, которую мы знаем, уже с 20-й оставляет один из братьев, и потом Яковину не хочет отправить, Бениамина, в конце концов Ягуда берет на себя ответственность, говорит, я отвечаю за свои именно слова, то, что если я тебя не верну, Бениамина, то у меня не будет ни этого мира, ни будущего мира. И сила ответственности, мы уже в прошлом году много говорили об этом, они спускаются, и они опять поклоняются Иосифа. И потом мы знаем эту историю, как Иосифа 20-й, когда хочется отправить их братьев назад, то ставить в в сумке Бениамина тот гавия, то, что оно не было, чашка, извините, чашка, или там кос, или что бы оно не было, в сумке Бениамина. И опять-таки возвращаются потом братья обратно, и опять поклоняются перед Иосифом. И говорит, Иогуда оставит все, объясняет, начинает с ним, как бы, разговаривать с Иосифом, что каким-то образом, чтобы Иосиф, и то, что он потерял, он уже одного сына из его любимой жены, Рахель. И сейчас второго сына из его потеряет, для него это будет именно катастрофа. Бен Афшо, Кешура Бен Афшо, его душа сильно, чрезмерно, сильно приобретена к нему. И постоянно давит Иогуда на том, то, что пробуждает милость в сердце Иосифа, на то, что, смотри, отец этого сына, отец именно Бен Амина, чрезмерно близок к нему, и так далее, и так далее, пожалуйста, отправь Бен Амина обратно. Услышав всех этих вещей, Иосиф говорит нам Тора, уже не мог выдержать. Он не мог выдержать. Он не мог выдержать. И он начал плакать. Настолько то, что услышали весь Митраим в Ишма Бит Паро, и Дом Паро, услышал. И написано «Вайомер Иосифа и Лехав» сказал Иосиф своим братьям «Ани Иосиф». «Я есть Иосиф». «Аотов Ихай» «Мой отец до сих пор жив». «Вэлло Яхлу Ихав» ланот и братья ничего не могли ответить. «Кинивхалу мифанав». Они были из-за стыда, объясняет Раши, они не могли ничего ответить перед Нему. Перед Иосифа ничего не могли ответить. «Нифалю». Они были в шоке от этого. И потом идет, рассказывает то, что Иосифа цадык, он раскрывается и показывает на притяну и так далее. И говорит то, что не бойтесь, это все было мейташем, то, что вы хотели, чтобы Ашем на самом деле это все делал ради того, что спасти нас всех и так далее и так далее. Мы хотели бы из-за помощи в этом пусуке чуть-чуть остановиться и задуматься, что Иосиф отвечает на самом деле своим братьям. Иосифа цадык хочет, он не может уже выдержать, и он раскрывает тебе, и он говорит, «Я Иосиф». И задает им вопрос сразу же, «А Ода Вихай?» «Наш отец, мой отец еще жив?» И братья ничего не могут отвечать. «Я Иосиф, это ты?» «Король?» «Стал королем?» «Я Иосиф?» Говорит раньше, из-за стыда они ничего не могли ответить. Во-первых, дорогие друзья, Иосиф говорит им, «Я Иосиф». Это значит, он хочет раскрывать себе с одными словами. Понять то, что действительно, ребята, все то, что вы сейчас увидели, то, что вы думали, кто стоит перед вами, на самом деле, это ваш брат, это я. И он задает, например, первый же вопрос, хочет узнавать насчет своего отца, жив ли он. Но, дорогие друзья, братья неоднократно уже рассказали Иосифу, то, что наш отец, ну, как бы, отец братьев, он ждет Бениамина и постоянно спрашивает Иосиф тоже, да, то, что ваш отец жив или нет. Постоянно спрашивает, постоянно спрашивает. Иосиф знает, что Якова жив. Сейчас, тот момент, когда он хочет раскрываться им, Иосиф спрашивает им, ау-да-ви-хай? Мой отец еще жив? Что это значит? Он же знает, то, что он на самом деле жив. И вот это выражение тоже, Аня Иосиф говорит, Я из Иосиф и одновременно с раскрытием самого же себе, то, что в действительности это Я, первый же вопрос это что? Ау-да-ви-хай? Наш отец, он жив? И до другого вопроса или остановить, ребята, Я из Иосиф. Иосиф Ацадык раскрывает себе. На этом моменте, дорогие друзья, есть в наших мудрецах Велку Чимони, есть Мидршаба, Геморад говорит об этом, то, что на самом деле Иосиф Ацадык, когда говорил Ани Иосиф, ау-да-ви-хай, это не было просто раскрытие братьям, то, что Ребята, мои братья, я есть Иосиф. Это не было только это. Иосиф Ацадык говоря эти слова Ани Иосиф Ау-да-ви-хай, этим он дал упрек своим братьям. Он дал упрек своим братьям. и на этом упреке, что Иосиф Ацадык дал, братья ничего не могли ответить. Как нам говорится по сути, ау-да-ви-хай, вели-я-хлой-хав-ла-ан-от, братьям ничего не могли ответить. На этот упрек Иосифа братьям ничего не могли ответить. Кенефалу мифанав. Они были в шоке от него. Пахала, это удивление. Они не могли ничего сказать об этом. И посмотрев на наших мудрецов, так как они объясняют, наша сложность понять, на самом деле, это пасук. И что тяжелее становится? Не то, что мы не понимаем, что это значит ау-да-ви-хай, причем тут ау-да-ви-хай, еще наши мудрецы говорят, знай, это на самом деле Иосиф не только раскрывает тебе, а он дает упрек. А где тут упрек? Что он сказал такого? То, что ребята, я из Иосиф, наш отец еще жив, это упрек. Мы нигде не видим то, что Иосиф отец и встал и говорил, ребята, то, что вы делали, то, что вы мне продали, то, что вы так-то-так делали, это было неправильно, и так далее, и так далее, дает им какой-то там, читает им Меселятый Шарей, Брамошахам Лутсатоли, читает там Орхот Садыкин, какую-то там книгу Мусара. Нет. Нет. Он просто говорит, ребята, я из Иосиф. Я из Иосиф. И наш отец жив или нет? И это должен являться, что? Это должен являться упреком для братьев. как это понять? Как это понять? Что тут вообще происходит? Что Иосиф хотел этим показать? И на этом те братья ничего не могли ответить. Ничего не могли ответить. На этом на самом деле многие наши мудрецы останавливаются и задают им на самом деле этот вопрос и хотят понять, что наши мудрецы хотят на самом деле объяснять этим. И где на самом деле проявляется этот упрек, который Иосиф хотел давать своим братьям. Мы уже постараемся с Божьей помощью пойти на несколько из этих путей, которые дает нам. И может быть с Божьей помощью в конце мы сможем дать урок, который мы можем взять для нас от Хануки, от последнего дня Хануки, визота Ханука с Божьей помощью для Всего года и может быть безрадоши для нашей жизни. Сяятый Душимай. приходит к нам Брискиров. Брискиров говорит, что на самом деле упрек заключался в том, что Иосифа Цадыг им не нужно было на самом деле показать или сказать какой-то упрек братьям. Тот факт, то, что Иосифа Цадыг поставил своих братьев показав им то, что Он есть Иосиф автоматом это было уже наяву, было ясно и явно Он показал им их грех, который они делали. Тот грех, то, что они делали, увидев только вот этот факт, то, что человек стоит перед грехом и он видит свой грех, не нужно говорить больше упрека, это. Больше, чем упрека, чем это говорить не надо. И на это говорят нам говорят, говорят, наши мудрецы, говорят, наши мудрецы, мудрецы, и братья не не ничего отвечать на его упрек, потому что они были в шоке, они были без слова, ничего не могли сказать. и когда придет творец этого мира и даст нам упрек каждому из нас все то, что он есть. То, что я есть Йосеф это было упрек для братьев. Что это значит? Говорит нам Бейталеви в следующий момент. Упрек заключался от Йосефа в следующем. Йохуда как будущим королем он выступал против Йосефа говорил то, что Йосеф смотри отец Бинямина чрезмерно связан на самом деле с ним. Он чрезмерно связан с Бинямином венавшот извините кешу раб венавшот чрезмерно связан с ним. И что с ним произойдет если ты не дашь Бинямину сейчас уйти? И он постоянно давит на Якова вину, на жалость Йосефа то, что смотри отец Бинямина будет плохо если на самом деле ты себя ведешь будешь себя так вести. так упрек Йосефа заключался в том то, что Йосеф отцадык сказав им слова «Ани Йосеф Я есть Йосеф а Ода Вихай» он показал йогуде и всем братьям конечно же то, что йогуда все твои слова которые ты сейчас сказал они полностью противоречат твоему поведению «А Ода Вихай» «Я Йосеф и мой отец еще жив когда вы меня продавали вы не думали о боли моего отца вы сейчас приходите и говорите что Бинямин он не видишь жить как же он будет а когда вы меня продали вы об этом не думали если действительно для вас это важно то что Йосеф чтобы Яков не переживал чтобы у него не было боли вы переживаете о вашем отце вы противоречите самому же себе с одной стороны вы переживаете вы говорите это одно с другой стороны вы не исполняете то что вы говорите жалость и это то что он сказал мой отец еще жив если мой отец действительно жив от боли то что у меня было и он до сих пор он жив от удивления то наверняка скорее всего он да может жить тоже от боли Бинямина другими словами он еще в состоянии жить он выдержал это все и вы говорите то что это самый основной ваш аргумент это же противоречит то что вы говорите говорит нам Байталеви это был самый большой упрек от Иосифа то что действия самого же их против который человек который они делали эти же действия они противоречили их словам говорит нам Байталеви о чем говорил нам говорят наши мудрецы об акоин бардела этот великий мудрец который говорит ой нам людям когда мы будем стать перед творцом от дня суда и от дня упрека есть день суда которым мы все восстанем просто через 120 лет день суда день когда мы будем давать отчет за наши действия но есть день что упрека что день упрека как это происходит день упрека говорит нам Байталеви Байталеви сам большой упрек для человека это что показать что сам действие человека в его жизни противоречит друг друга противоречит друг друга к примеру говорит нам Байталеви есть человек который говорит то что спрашивает человеку почему ты цитаку не даешь почему ты беднякам не помогаешь говорит смотри мне расходов настолько много семья доходов чрезмерно мало мне нужно переживать о том о втором о третьем о четвертом там это заплаты там это нужно платить там это как я могу цитаку дать в принципе подумать легитимно его то она его то что он говорит несмотря на то что это не совсем стопроцентно легитимно потому что наши мудрецы говорят человек который он понимает то что его парнаса он приходит без симцун приходит мало и приходит ни без шефа немного то чтобы нормальный человек бы сказал окей копии 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 построить что-то говорит нам Тора нет делай стаку распространяй стаку будешь делать стаку раскроется назад раскроется бреха и даст нам больше благословения вместе того то что человек хранил именно в этот момент когда есть ему сложно там делай там делай стаку эти можно было сказать то что окей твое то что как бы говоришь твой сторону это не сто процентов легитимно но можно еще как-то оправдать понимаем то что это не сто процентов так потому что ты должен был бы нам именно в этом момент именно отдаваться если ты говоришь что чрезмерно мало у тебя денег именно это есть момент и причина чтобы сейчас отдавать чтобы Ашем тебе дал говорит нам Беталеви знаете где есть упрек этому человеку упрек этому человеку будет тогда когда ему покажут другие его действия которые он тратит свои деньги не на нужные вещи он говорит да значит тебе чрезмерно важно да а то что ты потратил на абсолютно неважные вещи на всякие насаждения телесные на это на пятый на десятый этот и ты отдавал деньги чтобы участвовать детей музыку физику математику алгебру чтобы они спорт хорош на плавание и так далее и так далее все это платил деньги да а на обучение детей на тору нет а для того чтобы отдавать беднякам нет значит действия другие же действия говорит нам беда леви это есть тот упрек для человека его же наши же действия они же противоречат нас и это сам страшный момент говорит нам беда леви то что может быть именно в жизни человека что человек сам противоречит самого же себе и это есть тот момент который Йосеф показал братьям братья вы говорите одно но вы же противоречите само же себе и это был упрек который братья не были в состоянии отвечать ничего что ты можешь сказать братья ничего не могли отвечать братья ничего не могли сказать что человек может сказать ничего это был самый большой упрек самый большой упрек и на этап тоже наши мудрецы когда он говорил об этом, это Басар Вадам, человек, один из самых маленьких братьев, они не могли ничего ответить, когда мы встанем перед Творцом, и он должен также будет поставить нам, что мы тогда можем отвечать. Это один из подходов, который говорит нам наши матрицы на этом месте. Мы хотели бы еще дать третий подход к этому, и это дается от Рухами Шумлевич, который, на самом деле, я думал сказать один из них, и об этом, может быть, больше развивать, но настолько все эти, на самом деле, мяльхим, всех этих насомнений, настолько они фундаментальны, настолько они красивы. Я думал, просто важно, на самом деле, что мы знали этих фундаментальных, на самом деле, моментов нашей жизни, это и в иудаизме, настолько они чрезмерно, именно красивы и настолько они важны. Рухами Шумлевич говорит то, что упрек Йосифа не так, как объяснял, на самом деле, Беталеви. Беталеви сказал нам то, что он поставил братьев в само же противоречие, само же себе. Значит, Иуда, ты говоришь одно, ты сам противоречишь. Если ты переживаешь отца, ты до этого не переживал. Значит, ты не переживаешь. Ты сейчас говоришь об этом? Да? Это был именно упрек. Рухами Шумлевич идет, на самом деле, на другой абсолютно дороге. Это невероятно большое объяснение, которое дает он нам. Рухами Шумлевич говорит то, что Йосиф, когда он сказал «Ани Йосиф, аудовихай», что произошло в сердцах и в глазах братьев сейчас? Представим тебя, дорогие друзья, братья, это действие, которое, поверьте мне, мы не можем понять досконально, что, на самом деле, там произошло. Это один из недельных глав, последний, вот это, передуши две. Один из недельных глав, который, мне чрезмерно тяжело об этом говорить. Мы не можем ощущать, мы не можем досконально ощупать и дойти до конца, что действительно там произошло, как братья могли, на самом деле, продавать. Что же там произошло? Йосиф, вся эта история, чтобы они поклонились, он все этих вещей делает, все наши мудрецы заняты этим, понять, что действительно было там. Но одно ясно, мы не понимаем досконально, что там есть, что там было, как там происходило. Медреши им с той стороны, с другой стороны. Но где весь ясно сейчас, братья, они продают Йосифа. В чем был смысл продажи Йосифа? Ясным образом наши мудрецы говорят, что смысл продажи Йосифа был от братьев, сказав, что Йосиф, у тебя такие сны, ты, наверное, хочешь, чтобы мы поклонились перед тобой. Продав Йосифа, дорогие друзья, это была причина, что давай сейчас посмотрим, что будет с этим парнем, который, у него такие сны. Чтобы не было, чтобы аннулировать, на самом деле, сны Йосифа, это была вся причина его продажи. Это было связано с тем, что они знали, что Йосиф тоже король. Думали, что Йосиф это не король, но они знали, что есть на самом деле два короля в еврейском народе. Есть Ягуда, у нас есть Йосиф, это тоже Машьях бен Давид, Машьях бен Йосиф. Машьях бен Давид приходит от Ягуды. И это то, что будет именно Машьяхом. Но есть на самом деле тоже Машьях бен Йосиф, который как подготовление до прихода Машьяха, который придет от колена Йосифа. И, как уже говорится, то, что Машьях бен Йосиф, это тоже как бы король. В еврейском истории тоже было два королевства от Йосифа и от Ягуды. Тогда братьям у них была эта неясность. И потом они узнали, что вся наша цель была, чтобы с ней Йосифа они не сбылись. Чтобы не сбылись. И, в конце концов, дорогие друзья, братья они понимают, что они делали что-то не так. Они приходят и они готовы отдавать абсолютно все, рискануть свою жизнь. Они готовы даже убивать людей, если бы не нашли бы Йосифа в базаре или каким-то рабом, или где бы не был бы. Они были готовы убивать людей ради того, чтобы забрать Йосифа. Они были готовы на все. Деньги они бы отдавали бы. Когда они зашли с десятью разными дверями в Египет, это не было просто так. Это не было просто так. Они зашли так, потому что они хотели искать в базарах и разных местах Йосифа. И они понимали, на самом деле, их не грех, то, что они делали. Они понимают это все. Но что сейчас происходит, дорогие друзья? Они стоят перед Йосифом. И они понимают то, что они сейчас поклонились уже несколько раз перед Йосифом. Перед фараоном в их глазах. И что происходит, дорогие друзья? Раскрывается себе. Раскрывает себе Йосиф. Говорит, а не Йосиф. Я есть Йосиф. А вот а в их рай. Наш отец, он жив. И братья ничего не могут отвечать. Что это значит, что братья ничего не могут отвечать? Это значит, что вся их планировка, все их мышления, все их все то, что они верили, все то, что они думали, все то, что они стремили, все то, что у них было в разуме, все было аннулировано в один момент. ты, Йосиф. Вся наше старание было, весь этот грех, то, что мы делали, ради того, то, что убрать, чтобы не было эти сны, чтобы они не пришли в реальность. И наша продажа это было причиной, что ты стал королем полностью наоборот, все то, что мы думали. Значит, они думают, то, что они продадут Йосифа, этим они что, предотвращают этих снов. Но на самом деле, что вышло? Их не продажа была причиной начала, что сны Йосифа превратились, они в реальность. Братья, они в шоке. Ой, лануми, йома, тухиха. В чем был упрек? То, что все действия, о которых ты думал, это было ничего, это было неправда. Это была ложь. И действия, о которых ты думал, то, что через этих вещей у тебя был определенный ход мыслей, ход вещей, ход каких-то поведений и так далее, это то, что они думали. И все это было не только то, что напрасно, а наоборот, против же того, то, что на самом деле человек думал. Они думали что? Что убрать на самом деле замысли Йосифа. Или там то, что он мечтает об этом. А Йосиф от садых показывал, ребята, это не то, что я мечтаю и об этом думаю. Почему братья были настолько таким образом настроены к Йосифу? Потому что братья говорили, почему Йосиф видит этих снов? Разве что может быть то, что мы можем поклоняться и что отец будет поклоняться, Рахель будет поклоняться, ее мама будет поклоняться, ее мама на самом деле жива и так далее. Как это может быть? Когда отец будет поклоняться, и Иуда, король, будет поклоняться перед Него. Как это может быть? Значит, что? Это то, что он мечтает. Это то, что он думает. Если он думает об этом, это и есть причина его слов. Если он выйдет во сне всех этих вещей, значит, они пришли потом, они делали суд. Суд чего? То, что Иосиф, на самом деле, полагается ему смертельный казнь. По разным, на самом деле, причинам, значит, мы будем все по-разному объяснять, на самом деле, это все. Почему нужно было, почему полагается Иосифу на самом смертельный казнь, по расчетам братьев. Но Иосиф показал, ребята, это не мои мысли, это было пророчество. Для Иосифа это не было сни, дорогие друзья. Для Иосифа эти сны были настоящим пророчеством. И Рамбан пишет явным образом, почему Иосиф все эти истории делал. То, что братья сначала поставил одного братства у себя, потом должны были все братья прийти, поклоняться, потом второй раз поклоняться. Потому что Иосиф, от сады, все эти вещи делал, всю эту дорогу ради цели, чтобы он знал, что эти сны, они должны прийти в реальность. Что было во сне? Все братья поклоняются, все братья поклоняются. За это нужно было Бениамина привести. За это они должны были дважды поклоняться. Да, все так, как было по сну. Почему? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Идеальный вопрос. Зуар говорит об этом. Рамбан пишет и говорит об этом. Ну, мы понимаем, что тут вещи Беводай происходят очень-очень глубокие. Но что? Сейчас опять возвращаемся к нашей теме. Упрок был в чем? То, что вы думали, это все абсолютно ушло. Все абсолютно ушло. Аналогичный, на самом деле, параллель. Мы видим в истории с Ицхаком. Ицхак Авину, как мы знаем, дорогие друзья, любил Эсава, своего брата. Ривка, с другой стороны, любил Якова. Кому хотел Ицхак давать свое благословление? Он хотел давать благословление Эсаву. Теперь, написано, что тогда, когда Ицхак Якова вину, когда заходит к нему, написано то, что... Мы знаем, что он был слепым, он не мог видеть, да? Но что, когда Якова вину зашел туда, он видел, он почувствовал тоже, как будто заходит с Якова. Но потом, когда заходит Эсав, написано то, что Гейном заходил, на самом деле, с Эсава вместе. Он увидел то, что Гейном открыто под его ногами. И говорят наши мудрецы, Это тот страх, написано то, что Яков Ицхак Авину задрожался, он был в страхе. А той же страхе, который у него был, когда он был на алтаре с его отцом. В чем был страх, дорогие друзья? Это был страх, то, что страх был в том, то, что Ицхак Авину все время думал, что да, кто на самом деле является его сыном, Эсав, и ему полагается благословление. И он в этот момент понимает то, что Гейном открыт под ногами, Гейном открыт. Как это может быть? Значит, все это отмышления, все это подход, то, что он хотел давать благословление, и он думал, кто он есть, все эти представления, все это был большой ложь? Харада, страх. Страх, он начал задрожаться, начал дрожаться с Хак Авином. Это тот логичный момент, который мы находим тоже здесь и с братьями. И это то, что наши мудрецы говорят, ой, на самом деле, от того дня, от того часа, когда человек встанет перед Творцом. Что? То, что человек думает всех этих мыслей, то, что определенных вещей, которые человек думает в своей жизни, да, это есть то, что мне привезет. Да, это вещь, которая мне привезет, успех, и так далее, и так далее. Что, в конце концов, оказывается, то, что все абсолютно, на самом деле, не так. В самом деле, в самом деле, было неправда. Все, в самом деле, было неправда. Возвратимся сейчас к первой истории, которую я рассказал в начале урока. Дедушка моего друга, который увидел то, что Советский Союз, Ленин, это есть, на самом деле, цель. Это есть тот идеология, тот все. Посмотрим, греков, сейчас говорю, последний день Хануки. Греки, люди, написано в наших мудрецах, были митьявны. Люди были митьявны, люди ходили по этим идеологиям и философии, и это тянулся очень сильно. Это тот обучение, тот именно вещь, который дает неверие, безбожие в этом мире. Сегодня я перед уроком смотрел, ужасно, посмотрите, люди ставят статуи до сегодняшнего дня, эти старые поколения, Ленин, Ленин, Ленин. На секунду мы не думаем, столько людей этот человек убил в этом мире. Оставьте сейчас его идеологию, просто, что он привез в этом мире. Что он привез, и этим людям мы ставим, люди ставят статуи. Мы в каком абсурдном мире мы живем. Человек, который резал просто там, мы думаем, кто был хуже, там, русские были хуже или там, тут немцы. Мы знаем, мы знаем кто. Мы знаем кто. В России намного больше людей убивали, чем здесь. Но что, дорогие друзья, настолько это было, что в этом людях, веря в это, веря в то, что Сталин, Ленин, это есть все. Но в один прекрасный момент в глазах дедушки моего друга все стало ясно. Ребята, это то, что я верю. Йо-ма-то-хэта не может быть хуже, чем моментом, чем этот момент. Человек, это то, что, значит, весь мой мышление, весь мой все, все то, что я делаю, все с ним белье. Это было действительно так. Действительно это, вау, как я жил этим. И это, на самом деле, тоже ключ и, на самом деле, может быть, ответ одним большим моментом. То, что очень часто, когда людям говоришь про чуву, про раскаяние и так далее, очень часто задаю себе вопросом, почему людям действительно тяжело. У меня есть один ученик постоянно, он приходит, он, мама ж, мама ж сладкий парень, мама ж такой золотой-золотой-золотой-золотой парень бельмед. И он постоянно мне пишет, постоянно общается по телефону и по зуму, постоянно у нас уроки идет и так далее. И постоянно мучает ему этот вопрос, как может быть столько нерелигиозных евреев в мире, если наша Тора настолько это истина, если это настолько это правда, настолько это все прекрасно, как, может быть, людей еще не соблюдать? Он сам как бы борется сам с собой, я вижу этот. И ему тоже все это как бы нелегко. Но, как бы ни было, как бы ни было, он задает на самом деле себе этот вопрос. Он задает себе этот вопрос. И я долго думал, но ответ есть в этом. Ответ есть, один из ответов, конечно, есть много ответов к этому. Человек, который знает, что такое шаббат, человек, который знает все, что это истина, все это правда, что остается? Что? Элемай. Человек, который скажет, что да, это правда. Что это значит? Слышите, все то, что я делал до этого, это не было, это подсознательно происходит. Слышите, все то, что я делал до этого, это было что? Как это назвать? Как это объяснить? Что, какой штаб на это поставить? Что это сказать? Поставить это где-то в бункер? Это очень сложно, это очень тяжелый момент, это чрезмерно тяжелый момент. Я не знаю себе, я осознаю эту вещь, но это то, что наши мудрецы тут раскрывают. Это то, что раскрывает. Что такое то-ха-ха? Что такое на самом деле, когда человек стоит перед реальностью? Что такое на самом деле истина? У меня есть знакомый, который, к сожалению, пошел и по той дороге, зайдем в деталях, как бы, что с ним произошло, пошел Ашамичмор там, и все знакомые на самом деле говорили этому парню, что парень не делай эту вещь, не делай эту вещь, не делай эту вещь. Будешь жалеть, будешь жалеть. Если ты пойдешь эту вещь делать, будешь жалеть этим. Эта вещь чрезмерно сильнее, это не грех, который, да, каждый грех это страшный, но эта вещь, это, хорошо, хорошо, хорошо. Годы спустя, дорогие друзья, этот же человек приходит к этим же людям, которые они давали упреку. Я говорю, настолько вы были правы. Настолько вы были правы, то, что, значит, все мышления, все мои, то, что думал, это не страшно, это что-то не так, в конце концов, мое же решение стал самым большим упреком для меня. Не, дядя, не мама, не папа, не Петя, не Вася, не, 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 не. Ничего не в этом мире нет. Самые наши решения, они же становятся, на самом деле, упреком для нас. Эти же пути, в конце концов, превращаются в то, что, да, что было что-то не так, что было что-то, что на самом деле не так. Теперь, дорогие друзья, мы стоим, последний день, на самом деле, Хануки. Последний день на Хануке. Ханука, мы же сказали, в чем заключалась, на самом деле, борьба у евреев против греков. Это были наши дети. Основной война, это было наше будущее. Это было наше будущее, дорогие друзья. Это были наши дети. Напишите на рогах быка, чтобы у вас нет у дела, у Творца и Короля, у Господа Израиля. Почему именно в рогах у быка? Потому что тот, это был тот инструмент, через чего пили дети, маленькие дети молоко. Чтобы дети с детства не знали, мы никак не связаны с Творой, с Идишкой там, с еврейством. Это была на самом деле цель уничтожать будущее еврейского народа. Дети наши. Дети наши. Дети. Теперь, сегодняшний день, что мы находим? Мы уже сказали в наших уроках. Многие вещи, которые отвозят на самом деле нас от этих всех вещей. Так, что мы можем на самом деле взять для Всего года от Йосефа, от всех на самом деле вещей, которые мы сейчас на самом деле прошли именно сегодня, тоже и предыдущих уроков. То, что наши действия, это то, что говорит тоже Нарухайм Шуфлевич, мы не можем знать, куда на самом деле наши действия приведут нас. Что выйдет в этом мире, что будет на самом деле через наши действия и так далее, это мы не решаем. Решает все Ашем. Человек постарался строить Ишиву, человек постарался построить синагогу, он не знает, получите, а ему нет. Человек хочет какой-то бизнес начать, человек хочет своего дитя отправить в хорошую школу, еврейство давать и так далее, и так далее. Все, 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 все. Мы не знаем, что на самом деле выйдет, потому что фрукт или как бы успех, это не в наших руках, успех наших решений это в руках Ашема. Любые действия, говорят наши мудрецы, они делятся на три части. Желание, первый, второе, это действия, делать именно вещи, и третье, достижение наших целей. Как наши мудрецы, первые два, перед две части в руках человека. Первые два, это в наших руках. Третий, это абсолютно с нами не связанное. Это полный хэсэда Ашема. Если Творец дал нам благословление, и он дал успех в наших действиях, это полагается от Творца особенной благодарности, что наши действия не пошли по пусту. Что-нибудь они пустую, то это будет в работе, то это будет в любых абсолютно действиях. Потому что все он решает, что должно выйти в нашем действии, в этом мире. Теперь, что от нас действительно зависит всегда? Зависит от нас делать всегда правильные шаги. Максимально делать правильные шаги. Особенно, когда речь идет о будущем еврейском, о еврействе наших детей. Мы думаем, а, это будет, это будет, это будет, то будет, нужно таким образом, так мы можем облегчить. Там это, дорогие друзья, будущее наших детей. Это первые, первые именно ABC, A, 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 всего на самом деле в нашей жизни. Что будет и дышкайтом наших детей, что будет еврейством наших детей, что будет духовностью наших детей, как они будут связаны с Торой, с иудаизмом, с Ашемом, с Торой и так далее. То, что мы должны делать максимально, как родители, максимально постараться для них давать все то, что мы можем в наших руках, все то, что связано с дышкайтом, все то, что связано с евреством. Все остальное, как будет, где будет, что будет, это уже мы не можем на самом деле решать. Самое главное, что мы сам самого же себя на самом деле обманывали. Сам самого же на самом деле обманывали. Очень часто приходит, я в момент, когда читал этих вещей, сам себя на самом деле ловил. Да, действительно. Иногда есть моменты, которые, Я тебе говорю, что да, я хочу, чтобы мои дети были такими, такими, такими. А что я делаю на самом деле ради этого? Где я нахожусь? Это есть тот место или это есть тот образ, что мои действия меня же противоречат. Мои действия меня же противоречат. Я хочу одного. Я там, может быть, больше инвестирую, чем здесь. И ожидаю других результатов. Окей, результаты, это не в моих руках. Но мои старания, мои эти, что они должны быть на самом деле правильными, это то, что на самом деле от нас зависит. От нас зависит, чтобы делать все абсолютно правильно. Правильнее желание, правильнее намерение, максимально постараться за то, что на самом деле мы будем в состоянии. Что выйдет, какие-то планы у Творца, это мы не можем. Братья, как нам Шмолевич объяснял, у них была определенная цель, но этот мотор был на самом деле неправильным, мышлением, да, то, что это на самом деле так, это так, это так, это так, это так, что Йосеф это не может быть и так далее. И в конце концов это оказался самым пошивным на противоречии. Через их действия Творец направил королевство Йосефа и осуществление, на самом деле, снов. Эти вещи не в наших руках, как, что Творец делает с нами, но что от нас зависит? Правильнее желание. Правильнее желание зависит от нас. Правильнее желание, желание, еврейские желания, чистые желания, праведные. Это от нас зависит. Какие фрукты на самом деле выйдут от этого, это мы не можем сказать. Это мы не можем на самом деле сказать. Человек желает определенных вещей. Это, мама, видно нашими глазами. Ежедневно можно увидеть это в наших глазах. Человек желает распространения Тор. Человек говорит, ах, мечтаю, чтобы была на самом деле еще. Ты желаешь, ты действительно хочешь? А чем направить через тебя то, что выйдет в чрезмерно хорошие программы, через чрезмерно хорошие проекты? Выйдет, а чем направить через твои руки, чтобы действительно хорошие вещи вышли? Желание, желай хороших вещей, чтобы вышло от тебя именно хороших вещей. Не дай Бог, мы уже не это упомянули, но столько важно, чтобы человек был осторожен своими желаниями, чтобы, не дай Бог, не были негативными, чтобы через эти негативные вещи не вышли плохие именно вещи в этом мире. И потом, как мы видим, что показывается человеку эта же вещь. Вау, мама, это действительно я желал? Это то, что я желал? Это то, что вышло? Вышло полностью наоборот, да, полностью абсолютно наоборот вышло, и в конце концов остался что? Остался только грех, остался только плохие на самом деле желания. Плохие именно желания. Плохие именно желания. От нас еще зависит только наше желание, наше старание, правильное направление. остальное это все на руках имя Творца и основной месседж который мы должны взять это что что мы делаем на самом деле насчет наших детей что мы делаем его не хотели действительно уничтожать еврейство полностью от будущей еврейского народа но наши действия должны быть потому что нашим детям истинные правильные праведные чтобы давать им максимально то что мы в состоянии максимально чтобы не противоречили наши действия для наших как говорил нам петалевий как это может быть мы инвестируем наших детях что что они были хорошим музыкантом и что они были это 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 и что и в конце концов мы не даем хорошее образование в торе мы даем хорошей хороших учителей чтобы они учились хорошо тору мечту геморру и так далее все то что связано и лишь к этому все что желает это это есть тот опасный момент жизни да тоже года я не мог этого делать а в других вышел ты мог этого делать так что то зависит максимально постараться на всех детей этого делать максимально постараться отдавать нашим детям все то что мы можем делать личного техни духовности чтобы победа была который был вечной и во время греков и во время советского союза и до сегодня и будет до приходом и шеяха победа именно тора победа тора ни греки не выиграли и советский соус не выиграл на еврейском народом и давайте тоже не дадим этому 21 поколение этим всем большим испытаниям тоже победа на нашими детьми тоже не дадим и постоянно смотрю почему болью понимает дети такие золотые золотые дети бьем из таким умом и так далее они могут ломаться не дай бог на такие элементарные вещи как за интернет и телефоны молодости давать им чтобы чрезмерно осторожным чрезмерно осторожным давать им наоборот более других на вещей усиливаться именно других вещах усиливаться больше боже богобедности селиваться авторы усиливаться именно соблюдение заповедях и и другим максимальных вещей которые мы можем создавать дай бог дорогие друзья чтобы наши слова вы имеете уроки которые можно взять наших денег главы и от хануки чтобы эту элит для всех по затошим и что было как мы уже сказали это наш урок что был для выздоровления давид бэн там а затошим по скорой времени что вашим послал что выздоровление выздоровление выздоровлением фото гуф и чего шлема затошим всем евреям послал тоже много благ и что мы все удостоились забрать свет хануки на весь код амин кенни рацион кадли фима шагу каждому из нас даст он на таком уровне